Ричард Кромвель Родившийся в космосе Его рождение знаменовало конец Золотого века космических исследований Новый век стал известен как эра колонизации Была основана лунная колония И в скором времени произошло первое убийство в космосе В результате ИИ войн Экономика Земли перестала существовать Целые континенты остались без энергии и информации Вступил в действие всепланетный запрет на искусственные интеллекты Легендарному Ричарду Кромвелю было всего 10 лет Когда он подписал соглашение сектора Земля Маленький мальчик Символ стремления человечества к цивилизованному мирному будущему Кто такой Ричард Кромвель? Он был моим отцом В день, когда я родился, он купил на мое имя акцию Орбитальный акционерный Сегодня она стоит в 13 тысяч раз дороже Это был 2067 год Год, когда мы обнаружили пространственную воронку Моего отца назначили капитаном Нового Ковчега По сей день я не могу забыть благоговение, которое этот корабль внушил мне Он улетел, когда мне было 10 Примерно в то же самое время я решил, что буду астронавтом У меня появилась мечта, но я потерял отца Как только я окончил Академию, я записался во флот Федерации Как выяснилось, худшего времени я бы не смог выбрать ОИМП, Орбитальная акционерная, Аэроспейс Одна за другой колонии и мегакорпорации откалывались от Союза В Академии знали, к чему все клонится Это была очень странная война Люди убивали друг друга, брали деньги, которые заработали И швыряли их на ветер Это была не наша война Мы были не более, чем просто солдаты пехоты Открытый космос, спокойное место Мой корабль подбили в стычке неподалеку от Фобоса И 10 земных лет я кружил по орбите вокруг Красной планеты В облаке космического мусора Подо мной пылала марсианская война Я мог только пялиться Глаза у меня замерзли, как стекло Я не считаю чудом, что в конце концов меня нашли Меня спасли и реанимировали Никому не было дела, за кого, собственно, я сражался Я стал героем в войне, которую мы проиграли навсегда Космос изменился МКА больше не имеет влияния за пределами орбиты Луны Флоты, корпорации и нелегальные ИИ контролируют всю внешнюю часть Солнечной системы Из-за колонизационного бума опытных капитанов все время не хватает Истех сделал мне предложение Я принял его Маркус Кромвель Журнал капитана 3 сентября 2111 Вышли из сектора Земля Направляемся к Юпитеру Впереди почти 8 месяцев полета По дороге мы должны забрать два грузовых корабля с Истеха Они ждут на орбите Луны Меня назначили начальником конвоя 5 сентября 2111 Встреча с грузовиками состоялась Команды у них немного Но оба капитана заткнут за пояс целый экипаж по части Ругани Это будут очень долгие 8 месяцев К счастью, к нам присоединится Систершип 12-го стилета Хокинг Он ходит под флагом МКА Но капитан Фрэнсис Делорейн Мой старый друг 7 декабря 2111 Я пришел на фирму 3 года назад С тех пор случилось многое Карантин на Марсе Кризис на Цересе Интересно, назовут ли эту миссию Несчастным случаем на Юпитере 23 декабря 2111 Хокинг прибыл с опозданием на два дня Когда срочный подарок к Рождеству Фрэнсис совсем не изменился Рад видеть старика 4 февраля 2112 Похоже, я рано радовался У нас еще есть возможность Стать несчастным случаем на Юпитере Спутники-шпионы спейстех Передают какие-то тревожные изображения Внимание привлекает Недавняя деятельность Синдиката Кисаки Я подозреваю, Фрэнсис не случайно Попался нам по дороге Хорошо, что МКА на нашей стороне 1 марта 2112 Получили окончательные инструкции План миссии Разведка Шпионаж Технологическое совершенство Синдиката Кисаки Пугает мегакорпорации По данным нашей разведки Источник их волнений Продвигается к научной станции Нашукенья Сектор Юпитер Наша задача Держать станцию под наблюдением Нам могут даже отдать приказ о диверсии Или вооруженном налете Ни одна из существующих корпораций Не отказалась бы сунуть нос В секреты Синдиката Ситуация накаляется Столкновение практически неизбежно 20 апреля 212 Прибыли в сектор Юпитер И скоро будем на Европе Конвой направляется к станциям Близнецам Санфлауэр и Микеланджело Получили с базы Код Красный Это означает Корпоративные меры безопасности Высшего уровня Станция Микеланджело Приветствует конвой Это С-24-7 Вы достигли зоны прибытия Добро пожаловать в сектор Юпитер Благодарю вас, Микеланджело Конвой отозван Передаю корабли под ваше руководство Малерить не могу Я говорю с самим капитаном Кромвелем Все только и говорят о вашем возвращении на станцию СССР Не часто нас здесь навещают знаменитости Как прошел у вас полет? Полет? Да превосходно, черт возьми Самое захватывающее событие за 8 месяцев Засор в туалете Я передала вам координаты всех кораблей Пожалуйста, придерживайтесь означенной области навигации Не приближайтесь к астероидам Уровень тревоги второй Минные поля установлены Повторяю Минные поля установлены Микеланджело Объявлен красный уровень тревоги Да, капитан, я знаю, капитан Несколько дней назад произошла авария В результате которой погибло 4 человека Поэтому уровень проверки вновь прибывших был повышен Санфлауэр готов принять вас, сэр Хокинг, стилету Мы оставляем конвой И продолжаем движение к базе МК Рад был прокатиться с тобой, Варкус Заходи, когда в следующий раз окажешься по близости Я с нетерпением буду ждать реванш Не можешь же тебе все время везти Ловлю тебя на слове, Фрэнсис Хотя на реванш можешь даже не надеяться В стратегии все зависит от тактического мышления Везение здесь ни при чем Ха-ха-ха, это мы еще посмотрим, капитан До скорого, конец связи Счастливо, Хокинг Нарвал стилету Спасибо за эскорт, капитан Путешествовать с вами большая честь Надеюсь, наши пути еще пересекутся Стилет, направляйтесь к означенной навигационной точке Нарвал вызывает моллюска Эй, Фрэнк Мы направляемся к базе Санфлауэр Увидимся в Кантине на следующей неделе Точно Почешем языком за парой кружечек Может быть, ты хоть в этот раз будешь достаточно трезвым Чтобы поддерживать разговор Черт возьми, Фрэнк Ты же в эфире Или давай уж вспомним случай Когда ты соревновался с тем лейтенантом Кто больше выпьет А потом разъелся, да? Ладно, ладно Поговорим с тобой С глазу на глаз Конец связи Транцуз 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 Задание выполнено. Сэр, прибыли файтеры с базы Санфлауэр. Патруль базы Санфлауэр вызывает стилет. Пожалуйста, подтвердите прием. Кодировка принята. Прием нормальный. Внимание, стилет. Активировано защитное минное поле вокруг базы. Следуйте за нами. Прием. Вас понял, патрульный. Можете начинать движение. Мы догоним вас. Стас, старш. Стилет. Ожидайте на месте. Мы достигли минного поля. Так точно, сэр. На позиции. Ждите здесь, пока минное поле не будет деактивировано с базы. Деактивация закончена. Вы можете проследовать к базе. Патруль. Стилет. Да, патрульный. Вот это да. Надо же было именно сегодня выйти в патруль. Компания построила как минимум 50 судов класса стилет. А этот был самым первым. Он им как прадед. Ха-ха-ха. Ну ты и пилот. Ты хоть служил на корвете класса стилет? Нет, сэр. В нашем секторе только два легких корвета. Капитан, сэр, вы Маркус Громвель? Ты заходи, когда освободишься. Покажешь, что у вас здесь интересного. Спасибо, сэр. Непременно, сэр. Сэр, можно вас пригласить в контину? Для меня будет честью лично встретиться с самим Маркусом Громвелем. Конечно, если у вас есть время, сэр. То есть я ни в коем случае не навязываюсь, сэр. Я просто... С удовольствием. Я сам когда-то начинал как пилот файтера. Внимание, стилет. Одна из мин не была неактивирована. Я обозначил ее для вас. Уносите оттуда ноги. Принято. Все в порядке. Мне удалось ее неактивировать. Кризис моей ситуации предотвращена. Вы можете расслабиться и продолжать движение к базе. Я только так просил. Я только в порядке. Стилет вызывает базу Sunflower. Спасибо за предупреждение. Каковы последние новости? Из-за событий на Марсе корпорация наложила глобальное эмбарго на аэроспейс. Но в секторе все тихо, сэр. На базу ОИМП прибыл тяжелый корвет класса «Ятаган». На Земле ракеты выиграли весенний чемпионат. Вот и все новости. Понятно. Вы не могли бы связать меня с полковником Финном? Запрашиваю зашифрованный канал. Конечно, сэр. Минуточку. Говорит полковник Финн. Здравствуйте, Кронвель. Я рад, что вам удалось добраться целыми и невредимыми. Мы вас ждали. Добро пожаловать, капитан Кронвель. Мы уже установили на легкие корветы Санфлаура спутники-шпионы, которые вы доставили несколько дней назад. Результаты многообещающие. Значительно повысился радиус сенсоров. Один из них уже получил очень полезную информацию. Вам удалось найти и идентифицировать грузовой корабль «Ронин» синдиката «Кисаки». Летит прямо к базе Шукенья. У Микеланджело не остановится. Капитан, ваша задача — встретиться с кораблем в заданных координатах и проверить его груз. В донесениях говорится, что «Ронин» не вооружен. Никакого эскорта не обнаружено. Приближаемся к точке, указанной зондом. Ронин должен вот-вот появиться на радарах. Обнаружен неизвестный объект. Принято. Сэр, мы обнаружили неизвестный объект. Возможно, это «Ронин», но подтверждения пока нет. Попробуем. Попробуем. Объект опознан как «Ронин». «Ронин» неизвестный объект. Передал данные опознавание. Похоже, это «Бехимосу» — грузовик «Кисаки». Сестр-шип «Ронина». Обнаружена странная энергетическая структура. Если это контейнеровоз, то он несет на борту что-то необычное. Не может быть, сэр! Это не грузовик! Что-то происходит. Уровень его энергии резко возрастает. Наши радары не работают. Держите себя в руках. Анализируйте информацию. Это двигатель, сэр. Похоже, он основан на принципе, о котором я даже... Капитан, это невозможно. Мы не можем... То есть, такая технология просто не может существовать. А, ну тогда кто-то забыл сказать об этом «Кисаки». Продолжайте преследовать «Ронина». Нам нужно побольше разузнать обо всем этом. Грузовой корабль «Ронин». Вас вызывает военно-патрульное судно «Стилет». Приказываю немедленно остановиться. «Стилет, это Ронин! Не приближайтесь! Это наше личное дело!» Согласно земному договору, перевоз контрабанды запрещен. Параграф 28 пункт «С» договора дает нам право на досмотр вашего груза. Немедленно остановитесь! Отказ от досмотра будет расценен как препятствие должностному лицу! У вас нет права досматривать нас! Любая попытка проникновения на корабль будет расценена как пиратство! Вы готовы рисковать мирным договором между нашими корпорациями «Стилет»? Немедленно остановите двигатель, или мы открываем огонь! «Сэр, Ронин не замедлил движение! Сделать предупредительный выстрел!» «Так точно, сэр!» Продолжение следует... 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 Продолжение следует...